Работу подростков регулирует глава 3 Трудового кодекса Республики Молдова. Она запрещает работу несовершеннолетних, не достигших 15 лет. С 15 до 16 лет приём на работу возможен исключительно из письменного согласия одного хотя бы из родителей. С 16 до 18 лет возможен приём на работу без согласия родителей. Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых работах и работах с вредными или опасными условиями. Есть постановление правительства, которое указывает перечень профессий и работ, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Допустим, такие работы, как на табаке, в торговых залах, где реализуются табачные изделия или ещё какие-то и так далее, во вредных условиях труда и так далее. Что касается продолжительности рабочего дня, то 15-летние не должны работать более 5 часов в день. С 16 до 18 лет можно работать до 7 часов в день. Приём на работу обязательно на основании индивидуального трудового договора, обязательно на сокращённый рабочий день, обязательно после прохождения медицинского осмотра. Без медицинского осмотра также нельзя допускать несовершеннолетних к работе. При этом несовершеннолетние, получается, что не должны быть ущемлены быть и в заработной плате. То есть, это не означает, что ему, несмотря на то, что у него сокращённый рабочий день, значит, он должен получать меньше. Несовершеннолетние имеют абсолютно те же права, что и взрослые сотрудники. Это право на отпуск, на перерывы и выходные. Мы работаем на плитке, потому что деньги нужны очень срочно. В таких ситуациях, когда очень нужны деньги, зачастую упускаются все перечисленные главой территориальной инспекции труда Иваном Комуром, прописанные в законе тонкости трудоустройства несовершеннолетних. Работаем. И так деньги нужны, как бы приходится. Зарабатывать и распоряжаться своими средствами, учиться рассчитывать на свои силы. Вот к чему стремились братья Владислав и Эдуард Дерменжи, когда принимали решение идти работать в юном возрасте. В больнице работал, там помогал, ну, подработка, так скажем. Владислав и Эдуард уже совершеннолетние. Теперь работают не только в летний период. Финансовая самостоятельность важна для них. Валентина Чобан, Владислав Табачук, Ирина Резунец, Новости ГРТ.